ЗВОНОК В ДВЕРЬ Лидия Александровна Зарожаева живет на краю обрыва уже 26 лет. На нового главу района она возлагает большие надежды и ее дом подмывает грунтовые воды. Он проседает. Существует опасность обрушений со стороны Болжского обрыва, который приближается к дому. Власти много, а толку нет. Нас обещали 5 лет тому назад переселить на новое место, потому что у нас аварийное положение. Кандидаты на пост главы района прекрасно понимают, какие проблемы им придется решать в случае их победы. Учитывая то, что наш район практически вот эти 3 года был на последнем месте в области по социально-экономическому развитию, в целом и фельдхоз по развитию, и промышленности, значит, проблем очень много накопилось. Это и газификация, и водоснабжение, и здравоохранение, и образование. Без финансирования, глубоких вкладываний денег, значит, имеется в газификацию, как водоснабжение, вопросы практически могут быть не решены. Это многое зависит от федерального, от структуры, значит, если на долевых началах программы, которые вошли в области района, будет финансирование, то и будут результаты. Проблемы все, они окружают нас. Это и дороги, и коммуналка, и детские сады. Вот у нас ребенок год, у нас большой вопрос, попадем ли мы в садик или нет. Чтобы более эффективно осваивать федеральные деньги, власть должна активно участвовать в подготовке той необходимой документации для того, чтобы входить в программы. То есть предыдущая власть, она этими вопросами занималась более активно, нежели нынешняя. Потому что сети программы и газификации, и чистой воды, и тот же ФОП, все было наработано до прихода к власти Николая Владимировича Крутова, который за свои три года не вошел ни в одну программу. Проблема коррупции для района важна? Ну, как в общем-то и по всей стране, то есть все прогнило насквозь. Больной вопрос, один из больных, мы его поднимали, и контрольно-счетная палата района подтвердила это самый основной, это земельный вопрос. Узнать позицию кандидата от партии «Единая Россия» Бориса Короткова не удалось. Он отказался от общения с корреспондентом. Во время выборов главы Светлоярского района не обошлось без провокаций. В районном поселке против кандидата от ЛДПР Сергея Лагутина была совершена провокация. Неизвестные люди залили пеной выхлопную трубу автомобиля, принадлежащего районному отделению ЛДПР. Закрыл машину, зашел во двор. Чувствую, что-то не то. Гляжу, какие-то подозрительные два молодых человека в капюшонах проходят. Выскакиваю, они ускорили шаг. Я повернул за угол, там стоит эта машина. Подхожу к своей машине в газельной. У нее труба выхлопная, забита пеной. Я по-быстренькому выковырнул ее, зовем машину, она вылетела оттуда. У избирательного участка 3503 корреспондент заметил автомобиль злоумышленников. Позже полиция их задержала. Они заявили, что их хулиганские действия не носили политический характер. Причина – бытовой конфликт. Полицейские составили протокол административного правонарушения и отпустили задержанных. По словам Сергея Лагутина, этот автомобиль ранее преследовал его агитаторов, которые посещали поселки Светлоярского района во время предвыборной кампании. По сведениям территориальной избирательной комиссии, выборы в Светлоярском районе состоялись. Существенных нарушений не было, явка составила около 30%. Продолжение следует...